Мы от всей души вас хотим поздравить, хотим пожелать вам успехов, удачи, побольше веры в свои силы. И у вас замечательная профессия, она очень востребована. Самое главное, чтобы всегда это было в голове, и вы всегда найдете для себя достойную профессию. Студенчество во все времена принято считать лучшим периодом в жизни. Беззаботное детство уже закончилось, впереди взрослая жизнь. Постигать азы будущей профессии легко и просто, когда перед глазами успешные примеры. Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина и Одинцовские депутаты от «Единой России» посетили медицинский колледж в Голицыне. Встретились со студентами и педагогами, поздравив их с праздником. Я хочу от всех наших коллег поздравить вас с огняным днем. Спасибо. Очень рада, что именно в ваших руках, зная вас, я хочу только по вам пожелать здоровья и удачи. Спасибо. Потому что я абсолютно вас уверена, что у вас все получится. Это самые счастливые годы. Это молодежь, это развитие, творчество, все впереди. И, конечно, когда они сегодня отмечают День студента, они, конечно, мечтают о том, где они учатся, кем они будут, как у них получится, жизнь сложится, судьба. Вот, чтобы их мечты все сбылись. В колледже гостей встретили как старых друзей, угостили чаем и организовали экскурсию по учебному заведению. Современные аудитории, оборудованные для проведения лабораторных занятий, компьютерный класс, актовый зал, медицинский кабинет, пункт питания и зона отдыха. В перспективе – расширение учебных площадей и усовершенствование материально-технической базы. Руслан Верховцев учится в колледже первый год. В своем желании стать врачом абсолютно уверен. Да, я давно уже определился с будущей профессией. И я планирую в будущем стать хирургом. И для своей мечты я все сделаю. Первый медицинский колледж в Голицыне открылся в сентябре 2022 года. В настоящее время здесь готовят младший и средний медперсонал для сферы здравоохранения. Вскоре планируют подготовку фельдшеров для работы в области неотложной и скорой помощи. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».